Всем привет мои дорогие друзья, с вами снова я Антон Бустер и мы продолжаем ковыряться в игровой индустрии, искать что-то интересное и вкусное по звуку и сегодня речь пойдет об одной из самых ожидаемых игр двадцатого года. Глубокая трагическая история, никого не оставила в равнодушной, пусть и была в некоторых моментах спорной, но рассуждать мы сейчас будем не о сюжете и геймплее, а затронем ту часть, в которой мы разбираемся больше всего. Встречайте, саунд дизайн Last of Us часть 2. Перед саунд дизайнером Робом Крякелем и его звуковой командой стояла непростая задача, развить успех первой части. Они использовали тот же самый подход, детали, тонкости и гиперреализм стали основой звукового ландшафта этой игры. События игры разворачиваются в разных частях страны, с новыми сезонами и климатом, от снежных гор до лесов, но основным местом действия служит Сиэтл, а создание игры в Сиэтле наверняка означает одно – дождь. Большая часть времени в Сиэтле приходится на сезон дождей, поэтому команда по звуку уже на ранних этапах производства придавала ему должное значение. Джастин Маллинс, звукорежиссер, говорил, что на создание одного только дождя ушло огромное количество времени. Записывать приходилось в разных областях, в зависимости от сезона. Сложность была в том, что требовалось поймать звуки города, без людей и машин. Особое внимание Джастин уделял переходу от одного раздела к другому. Он хотел показать глубину сцен на открытых пространствах и их яркий переход к тесным локациям. Труднее всего был поиск условий для записи, в которых отсутствовала человеческая деятельность. Команда отправилась в заброшенный шахтерский город, где удалось записать старый вагон поезда, бетонную тюремную камеру, несколько деревянных лачуг и саму шахту. Эти записи легли в основу многих пространств в игре. Как же создавался финальный эмбиенс? Все начиналось с компоновкой атмосферы в редакторе уровней. Процесс происходил в реальном времени. Перемещаясь по уровню в режиме свободной камеры, разработчики пробовали разный лейеринг и внедряли его. Сначала прорабатывалась атмосфера, потом уже детали. А что насчет Элли, которая сама по себе ходячей фоули? Прыжки, лазанье, использование веревок, преодоление препятствий, верховая езда, плавание. Здесь все немного сложнее. Первоначальный план состоял в том, чтобы перенастроить систему фоули рук и ног из Uncharted 4. Но это оказалось невозможным. Дело в том, что в каждом кадре одновременно воспроизводится от одной до шести анимаций. И заставить их работать вместе было нереально. На развитие этой темы может понадобиться отдельный ролик. Так что просто скажу, что система фоули нуждалась в глобальном обновлении. Что интересно, удалось записать только один тип обуви в ботинки вместо запланированных трех. С помощью обработки пришлось добиваться разного звучания, разной обуви отдельных персонажей. Однако, для босых ног было записано пять вариантов и три для носков. Длительность всех фоули немного не доходит до десяти часов. Сложно представить такой объем для звуков, каждый из которых обычно длится секунд максимум по пять. Только на их редактирование ушло около шести месяцев. В итоге в игре оказалось сорок различных типов поверхностей, каждый из которых включает в себя до двух тысяч звуков. По всем параметрам масштаб работы фоули превзошел все предыдущие игры студии. Все проработано до таких мелочей, что, например, звук наступления, набитое стекло, изменяется в зависимости от того, сколько стекла лежит под ногами. Шаги по лужам крови создают особый липкий звук, и даже после выхода из лужи какое-то время слышны звуки грязных липнущих ботинок. Возвращаясь к дождю, я не могу не сказать, какой акцент был сделан на ваде в целом. В игре существует шесть уровней глубины водяных шагов. Брызги как для персонажа, так и для NPC, включая лошадей и собак. Вариации для переднего плана и фоновой воды, слегка влажные поверхности и плавание. Все это записывалось отдельно. Это относится и к снегу, кроме отдельных наборов шагов по глубокому и тонкому снегу. Был создан промежуточный пак звуков по уже утрамбованному. Я уже не говорю о том, сколько сил было вложено в создание фаули-лёжа. Для них была разработана отдельная система звуков ступней, рук, перемещения ног, предметов и оружия, которым персонаж держит в руках, когда ползает, прыгает, лазает и так далее. Оружие, кстати, имеет разные звуки в зависимости от типа. Учитывается и поверхность, по которой герой перемещается. Игра даже определяет, носит ли персонаж перчатки и воспроизводит подходящий звук. Ещё одной важной и сложной составляющей саунд-дизайна игры послужила озвучка рюкзака. Рюкзак сидит на игроке по-разному, двигается, поэтому понадобилось создание новой системы, имитирующей характер его движения. В зависимости от того, на какую поверхность вы поставите рюкзак, его звук будет меняться. Ещё одна мелочь, которая всё больше погружает в игру. Но вернёмся к главному, заражённым. Хотя, глядя на события игры, понимая, что апокалипсис, отодвинули на второй план. Уделив внимание взаимоотношениям людей, но всё же звуковая команда серьёзно отнеслась к озвучке зомби, задавшись целью сделать заражённых сущностями, которые когда-то были людьми. Разработчики пытались заставить игрока слышать боль и горе в голосах живых мертвецов, слышать, как они разрываются между своей человеческой сущностью и влиянием болезни. В игре есть несколько стадий заражения. Бегун, сталкер, щелкун, топляк, шаркун и крысиный король. Интересно, что по мере продвижения стадий их человеческое восприятие регрессирует. Это значит, что больше всего человечности вы услышите в бегуне. Он словно борется за свою жизнь, но осознаёт, что уже ничего не вернуть. А вот от крысиного короля, заражённого последней стадии человечности, в голосе ждать точно не стоит. Сталкеры стали одним из самых интересных видов в плане звука. Его единственный тип заражённых, которые убегают от драки и прячутся, выжидают удобный момент. В этих сценах решающее значение имеет звук, так как сталкеры молчат после бега, что создаёт соответствующее напряжение, и даже в режиме слуха вы их не услышите. Ещё один вид заражённого – топляк. Звук, как он рвёт от боли, вырывая куски пустул. Это такие гнойники на теле. Собственный плоти должен вызывать резонанс и пугать. В его озвучке принимали участие два актёра. Первый отвечал за крики, рыки, взмахи и удары. А второй дополнял первого отвратительным ворчанием. Наш следующий герой, щелкун, почти не изменился с первой части. Его анимация сопровождается характерными щелчками, подчёркивающими резкие движения. Как сказал Рёб Кёркель, шаркун звучит как грубый, мокрый, хрипящий старик из ада. Сочетание влажных звуков изо рта, хриплого голоса самого роба и различных хлюпаний привело к созданию уникального саунд-дизайна заражённого. А щелчки были созданы путём вставления виниловой трубки в пластиковое ведро и выполнения нёмных щелчков. Стоит отдать должное актёрам озвучки, которые постарались издать самые противные и неприятные звуки, на которые только были способны. Большую часть звуков разработчики делали с нуля, и лишь некоторые из первой части брали за основу. Сложно представить, какая колоссальная работа была проделана над таким проектом. Ну а мне остаётся только добавить, что звук действительно заслуживает отдельного внимания. И если вам это видео понравилось, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, потому что только так видео начинают продвигаться. До скорых встреч, с вами был Антон Бустер, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok